АвтоВАЗ совместно с партнером АТС Авто выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль Лада. Им стал седан Лада Веста Синджи. Именно эти модели используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан. Этот вид горючего является наиболее экологичным и недорогим. Мой коллега Василий Логинов расскажет обо всем подробнее. Так выглядит готовый автомобиль. За декоративным кожухом находится баллон на 90 литров, в который может зайти 22 куба метана. Это не весь арсенал оборудования новой Весты седан Синджи на метановом топливе. Здесь своя система заправки, датчики в салоне показывающие уровень топлива. Кстати, здесь они дублированы. Уровень газового топлива отражается на обычном датчике. Он автоматически переключается, если в двигатель начинает подаваться метан. А еще в моторном отсеке целый набор агрегатов и деталей, которые в итоге и превращают обычную ВАЗовскую Весту в метановый автомобиль. Компания ТС этим занимающаяся уже не новичок на рынке таких машин. Начав в 2014 году и потратив три года на разработки, компания стала резидентом Жигулевской долины. И потому сейчас, кроме уже действующего производства, она постоянно занимается новыми проектами в газомоторном секторе. Коллеги работают на рынке уже более семи лет. Охватывают широкий спектр направлений по работе с автопромом, именно по газу высокого давления. Это метан. В битопливном автомобиле Lada Vesta CNG совсем немного используется бензин. Основное топливо, конечно, метан. И потому при среднем пробеге в 20 тысяч километров в год затраты на топливо снижаются в три раза. И экономия может составить до 40 тысяч рублей. А ТС Авто в месяц может выпускать до 600 автомобилей. Но многие все же задаются вопросом, а есть еще преимущества, не считая экологичности. Серийный автомобиль – это все-таки автомобиль, который несет в себе очень много преимуществ. Прежде всего, автомобиль находится на гарантии заводской. Второе, то, что не требуется дополнительных регистрационных действий в ГИБДД. То есть автомобиль сразу выходит уже битопливный. Кроме этого, 90-литровый бак и штатный 55-литровый бензобак способны увезти новую Весту без заправки на расстояние в тысячу и более километров. Сегодня битопливные автомобили успешно используются в качестве корпоративного транспорта. Веста CNG уже завоевала репутацию в службе такси. Метановые автомобили сегодня, безусловно, нашли свою нишу. А значит, необходимо и дальше развивать этот проект. Система ГБО будет совершенствоваться по ходу, скажем так, насыщения рынка. И это нормальный эволюционный процесс, поскольку мы все знаем, что в процессе эксплуатации компании получают обратную связь с рынком, требующую каких-то улучшений качественных, улучшений эксплуатационных, улучшений сервисных. И в любом случае успех будет, скажем так, сопутствовать тем, кто внимательно слушает рынок. Поэтому, безусловно, улучшения наверняка будут. Инновации в работе с битопливными системами – это экологические инновации. Замещение неэкономичных двигателей на газовые снижает уровень выхлопа, влияет на чистоту воздуха и в итоге повышает качество жизни горожан. Благодаря государственному субсидированию все больше владельцев выбирают машины на газомоторном топливе. И согласно транспортной стратегии России, через 10 лет доля такого автопарка в нашей стране должна составить 49%. Василий Логинов, Евгений Черемин. Новости Тольятти.